Здравствуйте! В эфире важная программа для тех, кто размышляет. Сегодня в выпуске. Суши жарче, влажнее. Какие погодные аномалии самарские синоптики фиксируют в последнее время? Кто куда? Как идет переселение жителей старой части города по проекту «Пять кварталов»? И новая клиника сердца. Что изменится в самарской кардиохирургии с открытием нового центра? Проект «Пять кварталов», предполагающий масштабное обновление старой части Самары, уже больше года как на слуху. Его обсуждают, о нем спорят, что, в общем-то, понятно. У нашего города еще не было опыта глобальной реновации исторического центра. Накануне строительного сезона мы попытались выяснить, на какой стадии сейчас находится этот проект. За последние полвека кто только не озвучивал планы обустройства старой Самары. Но дальше намерений дело никогда не заходило. Точечно – пожалуйста. Любая строительная компания всегда была готова осваивать центр города. Но так, чтобы масштабно, целыми кварталами, с единым замыслом и продуманной планировкой – это для частного инвестора слишком дорого и сложно. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, Самарский областной фонд жилья и ипотеки по поручению регионального правительства разработал организационно-финансовый механизм реновации пяти кварталов Ленинского района. Суть в следующем. Стартовые деньги выделяются из областного бюджета. На них САВЖИ, как оператор проекта, готовит территорию для вхождения застройщиков, а затем продает инвесторам право аренды площадок. Вырученные средства запускаются в следующую очередь и так далее. То есть бюджетные деньги являются возвратными и служат исключительно пусковым триггером проекта. То есть задача наша заключалась в том, чтобы минимизировать риски для инвестора, убрать все те проблемы, с которыми инвестор сталкивается в процессе реализации проекта жилищного строительства, подвести коммуникации, освободить территорию от прав третьих лиц, предоставить концепцию, соответственно, которую это можно реализовать. В целом для этого нужно не менее 25 миллиардов рублей. Это расселить, подвести всю инженерную коммуникацию и построить. Мы планируем участие государства ограничить одним миллиардом. Проект планировки территории уже полностью готов. Сейчас САВЖИ завершает переселение жителей первой очереди. Квартала в границах улиц Садовой, Самарской, Красноармейской и Льва Толстого. Дома здесь самые разные. От частных до муниципальных. От гнилых развалюх до благоустроенных коттеджей. От памятников архитектуры до никому не нужных сараев. Купцы молодцы, они хорошо строили стоят. Но проводка, это уже прямо вот видно, все уже. Фаина Бевзюк – заслуженная спортсменка, парашютистка. На ее счету 6,5 тысяч прыжков и рекорд Гиннесса по построению максимальной формации в воздухе. Но экстрим свободного падения для Фаины Исмогиловны – ничто по сравнению с экстримом проживание в ветхом доме. Как вспомнит, так вздрогнет. Во-первых, все коммуникации уже никакие. Ремонтируя, не ремонтируя – это система водоснабжения, канализационная система – это все в протечности. И потом скажу, что там как таково санузлов нет, туалет там сделан, а ванны таких удобств практически нет. Но купеческий дом отапливается дровами. Как и большинство ее соседей, Фаина Исмогиловна уже особо не надеялась на сносы расселения своего дома. А тут все так быстро закрутилось. Пришли специалисты, предложили свои варианты квартир, дали возможность поискать самостоятельно. В результате социальные нормы и количество прописанных жильцов позволили Фаине Бевзюк подобрать две квартиры в новостройках – на Нагорной и на Карбышево. Из такого жилья переехать в элитное, красивое жилье, неважно какой район. Там очень хороший район, там находится парк огромный. Хороший, активный район, нормальный. Мы довольны. Но по историческим местам, конечно, я люблю гулять. Это интересно, особенно когда сестеренка приезжает в Селеногорск. Ей так очень нравится. Но, понимаете, исторические места, они должны быть ухоженные. У всех жизненные ситуации разные. Для кого-то важнее район, для кого-то бытовые условия. Приватизированная квартира семьи Шемякиных, например, оборудована всеми удобствами. В свое время муж Светланы сам провел и воду, и электричество, и отопление. Небольшой огород, парковка во дворе, учеба, работа в двух шагах – все хорошо, одно лишь но. Очень мало места в квартире. Здесь у меня, не знаю, у меня лыжи, у меня сноуборд, у меня ролики. Все подряд, все, что только можно. Поэтому, как ни привыкли к историческому центру, а перебирая варианты квартир, Шемякино остановились на южном городе. Светлана признается, это было очень сложное решение, но оно того стоит. Здесь 40 с чем-то, с небольшим. А получается, что мы разъезжаемся со взрослым сыном, и получается у нас одна квартира 57 квадратов, и вторая 53. Но это черновая отделка, не каждый на это решится. Мы решились, мы одну квартиру уже приняли, мы ее отремонтировали. Очень здорово, что получилось так, что мы ездили ремонтировать, и как раз нам дали пожить здесь. Спасибо огромное. У нас теперь есть куда переезжать, и сейчас мы будем принимать уже вторую квартиру и также заниматься ремонтом. Старый город – это, конечно, особая атмосфера. Местные жители утверждают, здесь даже стены живые. Из своей большой, светлой, обустроенной квартиры в семьях Ируддиновых, в общем-то, никуда переезжать не собиралось. Более того, планировалось хранить и передавать из поколения в поколение историю этого дома. Когда мы сюда должны были переехать, здесь жила еще дама, которая заведовала всем этим домом. Изначально ей было уже 90 лет, и вот в этой комнате она жила. Вообще этот дом принадлежал полностью ей. И когда-то здесь была как фабрика у нее, то ли ткацкая, то ли какая-то, но фабрика была ее лично. И весь дом, два этажа принадлежал именно этой хозяйке. И все же, когда квартал стали расселять, Джамиля начала рассматривать варианты. Как ни крути, но четыре поколения в одной квартире многовато. При этом у семьи был целый ряд условий, к которым, справедливости ради надо сказать, специалисты совжи тщательно прислушивались. Мониторили всех тут, спрашивали, кто живет, что бы мы хотели вообще получить. Поэтому, в общем-то, мы свои пожелания все сказали о том, что мы хотели получить бы вот, например, в центре города, так как у нас внуки учатся в школе, и мы не можем, в общем-то, район менять очень сильно. Мы понимали, что люди, которые здесь проживают, имеют свои социокультурные связи. Это и садики, и школы, и поликлиники. И в этой связи мы максимально старались все-таки пойти навстречу гражданам. И первая очередь расселения была организована таким образом, чтобы переселять людей в близлежащие кварталы. В результате большая семья Джамили Хайруддиновой тоже сейчас готовится к переезду. В новостройках завершается ремонт. Квартиры для детей и внуков, как и хотели, буквально через дорогу. Старшие будут жить на пятой просеке. И вот таких благополучно завершившихся историй у пяти кварталов абсолютное большинство. На сегодняшний день более 80% этого квартала переселено. Очень важно понимать, что мы не выселяем граждан, а переселяем тех, кто согласился. Безусловно, есть и те, кто не согласился. С ними отдельная работа ведется. Это точечные квартиры, точечные комнаты. Я так полагаю, что мы их на более позднем этапе будем переселять в этот же квартал. Уже в первом квартале часть лотов будут застроены с обжимом. Именно для того, чтобы иметь свое жилье в распоряжении для переселения граждан, которые так или иначе сегодня, может быть, не совсем согласны с нашими предложениями. На данный момент завершается регистрация сделок. Люди получают документы и постепенно перебираются в новые квартиры. По заверению руководства САВЖИ, тех, кто наотрез отказывается переезжать, насильно никто выселять не будет. Правда, пока не найдется подходящий вариант, им, видимо, придется жить в окружении глобальной стройки. Предположительно, экскаваторы здесь появятся в начале 2017 года. Ну а ближайшие шаги Самарского областного фонда жилья и ипотеки – это оформление права собственности на землю, защита проекта планировки и проведение публичных слушаний. Вот задача сохранить дух купеческих Самар, но тем не менее все-таки строить современные, по всем требованиям, жилые и нежилые помещения. Чтобы прохожим по улицам было комфортно, и на них не давили многоэтажные здания, мы самую большую этажность предусмотрели внутри кварталов. Их всего 9-11 этажек. Поверьте, когда вы будете идти вдоль улиц, вы даже их не заметите. Масштаб проекта охватывает 27,5 гектар земли. Это 5 кварталов. Они с точки зрения населенности наименее обременены объектами соцкульпыта. И это все-таки жилые кварталы. И первоочередная задача ставилась вдохнуть туда жизнь. Деньги вложены, проект стартовал, и хочется верить, точка невозврата пройдена. Так что у старой части города появился реальный шанс на обновление. Не выборочно, а сразу большим массивом. По данным регионального Минздрава, сегодня в Самарской области проводится лишь половина всех необходимых операций на открытом сердце. Пока у нас не хватает ресурсов. Новый кардиохирургический центр «Клиника сердца» должен эту проблему решить. И не только ее. По соседству с областным кардиологическим диспансером завершается строительство нового медицинского центра «Клиника сердца». По плану его работа должна начаться уже летом этого года. «Клиника сердца» именно сделана для того, чтобы тут выполнялись кардиохирургические операции и выполнялась диагностика. Тяжелая диагностика – это МРТ-диагностика, КТ-диагностика, ультразвуковые исследования. Поэтому в нашем центре запланировано как раз 8 операционных, которые сейчас дооснащаются. «Клиника сердца» – это типичный случай частного государственного партнерства. Партнерства взаимовыгодного, когда выигрыши оказываются все стороны. Во-первых, сам бизнес. Он занимает свободную нишу на рынке медицинских услуг, обеспечивая себе в дальнейшем стабильный доход. Во-вторых, государство в лице областных властей. На строительство и организацию новой клиники не потребовалось ни рубля бюджетных денег. Все работы ведутся на средства частных инвесторов, при этом в регионе развивается высокотехнологичная медицина. И, наконец, главное – выигрывают жители области. Для них помощь «Клинике сердца» будет бесплатной в рамках программы обязательного медицинского страхования. У нас сейчас на открытом сердце выполняется кардиохирургических операций. Чуть больше половины от необходимого. То есть мы делаем и посылаем пациентов в федеральные центры. Если такой центр будет приближен к Самаре, это намного проще и лучше будет. В том числе операций на открытом сердце будет увеличено в два раза. Доступность таких операций при остром коронарном синдроме тоже будет. Это экстренная помощь, это никакая не платная. И будут, конечно, виды развиваться эксклюзивной медицинской кардиохирургической помощи. На этой неделе строящуюся клинику сердца и действующий областной кардиодиспансер посетил бельгийский кардиохирург, основатель методики коронарного шунтирования на работающем сердце Пол Сержант. Как бизнес-консультант он сейчас изучает возможности самарского здравоохранения и помогает нашим медикам создавать новую систему кардиохирургической помощи. И сегодня я был в вашем кардиологическом диспансере в Самаре и принял участие в двух операциях в качестве наблюдателя. Это были довольно сложные операции и нужно отметить, что они были очень хорошо организованы. Что мы хотим видеть? Мы хотим видеть, чтобы кардиохирургия двигалась в направлении большего внимания к пациентам, чтобы кардиохирурги были более внимательны к данным и лучше оценивали весь комплекс данных о пациенте, для того, чтобы лучше оказывать им помощь. Действительно, новое здание, высокотехнологичное оборудование и современные методики – это очень дорогие, но лишь инструменты для организации лечебной помощи. Отличительной особенностью нового кардиохирургического центра должна стать пациентаориентированность. Раньше, и в данном случае полисержант обращал на это внимание, в центре пирамиды, вернее, на ее верху был кардиохирург. Потом шел анестезиолог, а внизу был только пациент. Сейчас это новая структура, структура того, что в центре всего находится пациент, а вокруг него бригада кардиохирурга, анестезиолога, медсестры, тот кардиолог, который готовит пациента к операции. То есть в центре всей системы должен быть пациент. То есть, начиная от входной группы, от регистратуры, заканчивая уже тем, когда пациент выписывается и ему дают выписной эпикриз, все должно быть ему удобно и правильно. Проектная мощность клиники сердца – 11 500 кардиохирургических операций в год. Этого хватит и на весь Самарский регион, и на соседей. Более того, предполагается, что новые возможности центра выведут его на международный уровень и привлекут пациентов из-за рубежа, прежде всего из Казахстана. Россиян здесь будут лечить по полюсам ОМС, а вот поток иностранных медицинских туристов даст возможность дополнительного дохода для клиники. Что для Самарской области в целом тоже неплохо, поскольку развитие любого вида туризма дает толчок развитию экономики. 23 марта, во Всемирный день метеоролога, самарские синоптики рассказали об изменениях нашего климата. Насколько все серьезно и можно ли к погодным аномалиям относиться как ко временным трудностям. По поводу изменения климата есть две полярные точки зрения. Одна – о том, что глобальное потепление – это всего лишь выдумка экологов. И вторая – о близкой климатической катастрофе, которая чуть ли не завтра уничтожит весь мир. Хотя, по сути, спорить тут нечего. Объективные метеофакты свидетельствуют о неправоте обеих версий. В Самарском музее гидрометеослужбы, например, хранится климатический атлас, который трудно заподозрить в предвзятости. Атлас с данными наблюдения с 1850 по 1990 год. Вот тот древний атлас, и там есть изотермы января. Мы находили Самару, смотрели изотерму, и вот там чётко была минус 14 градусов. А сейчас у нас, какая изотерма в январе? Минус 11,1 градуса. Вот вам результаты глобального потепления. За это вот стоят даже чуть побольше лет. Высокоточные изомеры последних 30 лет помогают понять темпы потепления. В Самарской области, например, среднегодовая температура повышается постепенно, из года в год на 0,05 градуса. Много это или мало? Многие могут сказать, да, это в пределах отсчёта, да, ничего подобного. Это в пределах отсчёта бытового градуса. А наши термометры очень точные. Поэтому если в год теплеет на 0,05 градуса, да, то десятилетие это набирается уже 0,05 градуса, да, за 30-летку, значит, полтора градуса. Такое вполне реальное потепление идёт. На этом фоне количество осадков в Самарской области остаётся на прежнем уровне. То есть климат становится более засушливым. Для примера, снега этой зимой выпало в полтора раза больше нормы. Но уже сейчас о каких-то серьёзных запасах воды говорить не приходится. На 20 марта высота снежного покрова в среднем по области составила 24 сантиметра. Это 80% нормы. Норма 30 сантиметров. А в прошлом году, значит, она была 16 для сравнения. В Самарской области первая декада февраля 16-го года стала самой тёплой за последние 100 лет. Средняя температура трёх зимних месяцев оказалась на 4,2 градуса выше нормы. Купаемся в Волге до октября. В феврале текут ручьи. Порой складывается паническое ощущение, что нормой стала аномалия. А тут ещё страшилки про тающие льды Антарктиды. Причём совершенно невероятные вещи. Вот смотрите, на Земле основная доля льда, она в Антарктиде сосредоточена. Если растопить всю вот эту четырёхкилометровую антарктическую шапку, то только в этом случае, вот посчитали учёные, уровень мирового океана повысится на 50 метров. Только в этом случае, да. А тут уже вот эти вот страшилки, значит, начинают. 70 метров уже там в 16-м, 100 метров там в 17-м. Начинают всё уже там, дамбы строить надо. Всё. Вот. Нет, конечно. Так что паниковать рано, но проблема есть и серьёзная. Если темпы потепления останутся на нынешнем уровне, то к концу века температура повысится ещё на полтора градуса, что поднимет уровень мирового океана на 15-20 сантиметров. Правда, это самый оптимистичный из 40 возможных сценариев. Может быть, и хуже. Всё зависит от человека. Это была программа «Важная». Всего вам доброго и встретимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!